Глянец с криминальным блеском. В Москве задержаны главные редакторы, владелец журнала «Флирт», который уже давно известен и в столице, и за её пределами. Под объявление о знакомствах хозяева издания умело маскировали рекламу проституции. Однако, как выяснилось, эта реклама, в свою очередь, тоже была лишь прикрытием для целой сети подпольных притонов с космическими доходами. Но всё оборвалось в секунду. О том, каким нелёгким порой бывает «Флирт», корреспондент программы «Вести дежурная часть» Елена Ерофеева. В 6 часов утра в этой квартире гостей не ждали. Готовили бутерброды, заваривали чай. Рабочая смена подходила к концу. Телефоны уже не трезвонили наперебой, и лишь редкий клиент от бессонницы требовал девочку. 3 500 час. 2 сотни в час. 3 500 час. Чё так дорого, Анатель? 10 мобильных телефонов, ноутбук, общие тетради с записями на кухонном столе. Так выглядит рабочее место диспетчера. Здесь принимают звонки и распределяют заказы по столичным притонам. Работают исключительно украинки, без регистрации. Организатор один, а такие группы с дюжину по Москве активные. Сеть притонов опутала всю Москву. На Кутузовском проспекте не квартира, а целый этаж отдан под секс-индустрию. Клиентов встречают откровенной живописью, провожают двусмысленными визитками. Если жена обнаружит, всегда можно сказать автосервис. Полиция, завнобров, оперативный эксперимент. Стойте, стойте, стойте. Они прячутся за шторами, лезут под кровать. Готовились к встрече с клиентами. Теперь вся красота на смарку. Нарине Арутюнян, обмотанной полотенцем, одеваться не спешит. Своей профессии она не стыдится. Противно быть шалавой дешёвой. Вот это противно, а проституткой нет. А в чём разница? Ну, если вы не понимаете разницу, мне вас очень жаль. Здесь не живут, работают. В шести спальнях обслуживают клиентов. Моются прямо в коридоре за стильной чёрно-белой шторкой. Пожалуйста, шкаф с постельным бельём. Часто здесь хранятся полотенца и объявления. Девочки, полотенца только для клиентов. Девочка, взявшая полотенце, платит штраф в тысячу рублей. Свою портфолио они размещали на страницах скандального флирта. Отпечатанный последний выпуск отправят в корзину. Во Всеволожской типографии обыски. Именно здесь в течение нескольких лет издавали журнал пикантного содержания. Хотя главный редактор Станислава Казакова глянцевую проституцию отрицала. У нас нет обнажённых девушек. У нас девушки в белье, либо в купальниках, либо одетые. Они рекламируют свои внешние данные. Владелец издания её партнёры в жизни и в бизнесе Дмитрий Зяблицев. Его задержали по подозрению в сутенёрстве. По версии следствия, Зяблицев и Казакова создали в Москве целую секс-империю с крупной сетью притонов и диспетчерских. Задержаны 37 членов организованной группы. По имеющейся информации, её участники, рекламируя интимуслуги в журнале «Флирт» и на сайте, который по сути является его электронной версией, организовали оказание интимных услуг за деньги. Этот бизнес приносило миллионы. Только журнал «Флирт» около 15 в месяц жили с размахом. Зашипованные двери у шикарная пятикомнатная квартира. Итальянская мебель, камин, люстра, канделябр. В сейфе около двух миллионов наличными. Дмитрий Львович, а поясните нам, пожалуйста, откуда у вас данные денежные средства? Я же сказала, это мои денежные средства. Я задаю вопрос Дмитрию Львовичу. Накопили. Накопили на золотые часы, ювелирные украшения, инкрустированные дорогими камнями, люксовый внедорожник БМВ. Теперь с хорошей жизнью, стиляги Дмитрию Зяблицеву и его спутнице Стасе Казаковой, похоже, придётся расстаться. Они задержаны в рамках уголовного дела по статье «Организация занятия проституцией». Следователи ходатайствуют об аресте. Елена Ерофеева, Матвей Сидоров, Вести.